Музыка Ну что говорить, скажу, что надо реализовать этот момент, тоже создали. Все 90 минут имели территориальные преимущества, инициативы владели. А те эпизоды, которые... Понятно, что чисто вскрыть оборону не так просто, когда команда обороняется всеми десятью игроками. Тут уже надо вскрывать фланги, доставлять мяч в штрафную. Должна быть агрессия в штрафную площадь, но это то, что нам не хватает именно среди атакующих игроков. Из комбинационных футбол у нас еще где-то получается. Когда есть пространство, то, конечно, вскрывать флангер не так просто. В целом, если так сказать, что результатом доволен, но игрой, я думаю, что мы можем играть значительно лучше. Защит на лучшее можем играть. Спасибо. Ваши вопросы? Ваши команды – лидеры по забитым мячам именно в последние 15 минут. Вы анализировали это? С чем это связано? Может, характер у ребят нормальный. До конца бьются, до конца верят, что могут победить. И, значит, мы, может, и функционально неплохо готовы, раз в конце мы выходим и как бы дожимаемся герку. Сегодня ребята, те, что вышли на замену, принесли победу. То есть, как бы, ну, в целом я хотел бы видеть, это не лучшая наша игра. Я думаю, еще процентов 60 играем от своих возможностей и надо добавлять. Ничего нашелось? Пожалуйста. К Юлию, Санаскетану, да. Сегодня Быков белый, начальчик снял. Ну, да, Быков забил гол, но я не скажу, что там сыграл феноменально. Сыграла вся команда, он молодец, пошел за спину и реализовался у него. Не стал ждать, не стал смотреть, то есть молодец, вопросов нет, но нельзя оценивать игрока по голу. Сработала вся команда. И раз я Быкова выпустил, значит, я даю шанс, я всегда людям даю шанс, чтобы они могли реабилитироваться, доказать. Тот же Иванов, если вы видели, он же ассистировал, то есть он же сбросил мяч, и у него тоже был еще момент забит. Как бы тут нельзя команду оценивать по отдельным игрокам, надо оценивать его в группе. Игроков в группе оценивать. Он уже умерщик второй мощной заявки, он получит шанс? Он готовится, по мне он сейчас лучше готов, чем в начале чемпионата был. Просто у нас там играть в галлике, сейчас большая пауза, и для ротации как бы не очень хотелось. Плюс понятно, что мы с синтетиками тоже сложно играть, поэтому с мальвичек я его тоже не поставил. Так, в целом Максим хорошо работает, и он готов к вам ответить, и если надо, помочь команду. У него был рецидент старой травмы, мы могли его выпустить, но зачем рисковать, как бы игроком, здоровьем игрока, поэтому не стали усугублять травмы, дали ему атаку. Еще один из показательных моментов сегодняшнего матча, берем кол, но очень долго выделил мяч, вы оперировали помощник судей, как к этому относиться? Ну, я считаю, что просто тут и судьи должны понимать, они должны контролировать игру, чувствовать игру. Если, например, люди, пришедшие на футбол, наблюдают за тем, как вратарь там устраивает цирк, не знаю, например, мне это не нравится, я не сторонник того, никакой счет не стоит этого цирка. И в последних матчах очень много болельщиков приходит, радует вас это? Ну, радует, будет радовать, когда у нас появится свой стадион, когда, я думаю, еще больше будет приходить болельщиков, и стадион это должен быть как родной дом для болельщиков, куда-нибудь приходить, встречаться, там, пока мы бомжуем, или как бы сказать? Хочуем. Хочуем, да, хочуем. Но хотелось бы, конечно, все-таки, чтобы был свой дом, куда можно всегда прийти. Это Динамо, это Динамо-юнио? Я не знаю, как он будет называться, но я хочу жить в своем доме, а не в съемном жиле.